Сейчас мы будем делать куклу семейный оберег. Для этого нам понадобится две ветки. Одна будет у нас как туловище, другая как руки. Нитки красные, какие-то небольшие отрезки, куски ткани. Еще нам понадобится синтепон. Раньше использовали лыка, солому. Ну и сейчас у нас более современные материалы. И различные ленты. Раньше куклы делались без ножниц и иголок. Потому что они были специальные обереговые. И восьмеркой завязываем нитку на нашей заготовке. Теперь нам нужно сделать голову. Обязательно красные нитки, потому что этот цвет считался на Руси знаковым. Он обозначал красоту, оберег. Если вы хотите, чтобы у нее и обереговое такое значение было, можно попробовать без лица ее сделать. Через отверстия, естественно, глаза, рот, нос. Туда могли злые силы, злые духи зайти. И потом поселиться в семье. Следующий этап – изготовление одежды. Нам нужно вот такие два кусочка ткани. Получается по типу кимоно. Масленица-хозяюшка, женщина. Она должна быть в переднике. Сейчас накладываем один на другой. Наизнанку кладем. Привязываем чуть выше того места, где мы завязывали наше платье. У женщин был повойник, которым они закрывали волосы. Мы вместо повойника сделаем вот такие кружева и сверху надеваем платочек ей. Мы должны навязать на нашу масленицу разные ленточки. Обязательно нужно думать об этом. Кому вы подарите? С благими пожеланиями, здоровья, счастья. Вот такая красавица у нас получилась. Она накапливает энергию, и через год ее можно также придать огне. И будет вам счастье.